Что делать, если королева хочет воспитать эталонную принцессу, а тебя манят свободы и приключения? Смотри вместе с Лалилу историю девочки храброй сердцем. Потрепанную куколку перевоплотим в главную героиню. Стираем потертости и остатки краски. Распускаем ненужный шнурок. Множество рыжих кудряшек, точно как у Мериды. Приклеиваем их термоклеем, покрывая всю голову. Легкая стрижка кончиков, Ваше Величество. Перекрасим в тон рыжие брови и реснички. Голубые глаза отлично оттеняют цвет волос. Пожалуй, для платья тоже выберем синюю ткань. Вырезаем заготовку с округлыми краями. Примеряем на принцессу и фиксируем термоклеевым пистолетом. Не хватает только пары рукавов. Склеиваем их из небольших отрезков ткани и соединяем с платьем. А как же украшать? Сейчас все будет. И драпировка готова. Приклеиваем пояс из роскошной золотой тесьмы. Сверху крепим сверкающую бусину. Золотым акрилом наводим вырез, рукава и полоски по краю подола. А еще добавим народный узор. Маленькая принцесса выглядит очаровательно. Ее любимое хобби – стрельба из лука. Изгибаем проволоку в характерную дугу. На краях фиксируем капроновую нить под натяжением. Дугу лука окрашиваем золотым акрилом. По центру обматываем нитью место для руки. Прочный лук не подведет в бою. Осталось сделать к нему стрелы из зубочистки и перышка. Отрезаем длину и приклеиваем к краю перья. Лук готов! Подарим Мериде колчан со стрелами. Эта меткая лучница еще ни разу не промахнулась. Опять в яблочко! Браво! Правил королевством папа рыжеволосый король. Убираем у куклы остатки волос, а вместо них приклеиваем нити из распущенного шнурка. Только длину подстригаем покороче, чем у принцессы. Хорошо, когда при дворце есть умелый цирюльник. А теперь понадобится и бродобрей. Средством для снятия лака стираем ресницы. Лучше дорисуем широкие рыжие брови. Одобряю, одобряю. Из фурнитурных глаз и страз соберем головной убор. Склеиваем и окрашиваем под металл. Примерка села, как влетая. В бою с медведем король однажды потерял ногу. Из деревянной шпажки делаем протез. Заливаем термоклей в один ботинок. Ко второй стопе приклеиваем шпажку и добавляем термоклеем объем протеза. Окрашиваем его в цвет дерева. А следом и ботинок. Надеваем верх наряда. К нему подойдет шерстяной килт в клетку. Из искусственной кожи мастерим кожаный жилет. Протягиваем ткань сквозь колечко. Килту делаем клетчатый шлейф через плечо. Из пушистой ткани, имитирующей мех, краим плащ. Образ короля Фергуса готов. Простоватого здоровяка обожали собаки. Кто тут мой хороший мальчик? Разделяла трон с Фергусом Эленор. Мудрая королева и истинная леди. Обрезаем у куклы хвостики и заливаем термоклеем. Волосы делаем из коричневой атласной ленты. Обрабатываем край огнем, складываем, разрезаем и распускаем на нити. А затем приклеиваем к голове. Из тресс получились прекрасные каштановые волосы. Собираем их в два хвостика и обматываем тонкими золотистыми лентами. Кореглазая Эленор была настоящей красавицей. Платье сошьем из ленты глубокого оливкового цвета. Вырезаем две заготовки. Переднюю и заднюю часть. И просто сшиваем между собой. К такому платью нужен красивый пояс из цепочки и кольца. Корону вырезаем из глиттерного фоамирана. А по кругу украшаем стразами. Эленор требовательная, но любящая мать, желающая Мериде счастья. Вот только счастье в их представлении разное. Накануне дочь сильно поругалась с матерью. Пока Эленор ткала семейный гобелен, они начали спорить о будущем Мериде. «Не хочу я замуж и не заставите!» «Пойми, это же для твоего блага и процветания королевства!» Потеряв самообладание, принцесса побежала и разрезала гобелен. А затем ускакала на любимом коне прочь из родительского замка. Мастерим ведьму. Убираем у куклы остатки волос и полностью сотрем макияж. Из самозастывающей глины лепим новые черты. Большой выпирающий нос, улыбку и торчащие уши. Когда глина подсохла, окрашиваем все в телесный цвет. Не зря говорят, что зеленые глаза встречаются у ведьм чаще. Добавим седые брови. Немного магии и лицо готово. Ткань по типу мешковины распускаем на нити. Из таких трес приклеиваем волосы колдуньи. Сзади собираем в пучок. В ткани вырезаем отверстия для рук и мастерим одежду. Не хватает только ведьминской шали. Вот, теперь порядок. Распускаем черную ленту, но не до конца. Нарезаем мелкие ворсинки. Милая глиттерная уточка превращается в черного ворона. Что это за колдовство? Что-то поманило сбежавшую Мериду к ветхой избушке. Наверное, стоит рискнуть зайти. Там обитала древняя ведьма. Рассказывай, что тебя привело? Ох, понятно. Возьми этот пончик. Пончик? Ну, ну, извините, я ведьма, а не кондитер. Мериду поблагодарила и поскакала домой. Там она угостила пончиком Элинар, надеясь, что колдовство разрушит недопонимание между ними. Ох, что-то мне плоховато. Упс, побочный эффект. Королева превратилась в медведя. Кроме дочери, в королевской семье росли братья-тройняшки. К старой куколке приклеиваем волосы из распустившегося шнурка. Какой забавный рыжик. Вытираем реснички и переходим к пошиву одежды. Делаем две заготовки. Вырезаем отверстие под шею. Остается только сшить и вывернуть. Из ленты в шотландскую клетку получится отличный килт. Ох, сколько же нужно на трех братишек лент. Обработаем края огнем. Накинем петлю через плечо. И украсим фурнитурным колечком. Килт как раз в пору. Харрис, Хьюберт, Хэмиш, опять меня разыгрываете. Кто же из вас кто? Братья обожают вкусняшки. О, этот пончик словно ждал нас. Чур, я первый. И нам оставь, жадина. Фигурка белого мишки превратится в бурого. Перекрашиваем ее в коричневый цвет. Только места вокруг глаз и животик оставляем светлее. Добавим глазки и нос. Эх, зря ребятишки попробовали тот кекс. Маленькие братцы дьяволята превратились в маленьких медвежат. Раз, два, три. Все та же троица, только без рыжих волос и в шерсти. Схожая участь постигла и Элинор. Только она стала большой мамой-медведицей. Ее карьи глаза даже так сложно спутать. Но как снять колдовство? Ведьма подсказала вспомнить загадку. Судьба должна быть изменена. Загляни внутрь, чини узы, порванные гордостью. Меридо раскаивается и просит у мамы прощения. А Элинор осознала, что нужно быть более чуткой к дочке. Гобелен волшебным образом запечатывается. Колдовство рассеялось. А семья стала еще более крепкой и счастливой. Ставь лайк, если понравилась наша сказка. И жми на подписку и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала Ла-Ли-Лу. Субтитры создавал DimaTorzok